Ну что ж, всем огромный привет, я безумно рада видеть вас на канале, и да, это не строительство. Честно говоря, я сама удивлена, что этот ролик совершенно не строительство, а касс. Мой многострадальный касс, сейчас объясню почему. Касс на канале выходит, ну, супер крайне редко, я в принципе не то, чтобы прям совсем против касса, нет, я люблю кассы и периодически для себя что-то там делаю, кого-то создаю, может быть из меня или еще что-то, да. Но на канал крайне редко что-то заливаю, потому что у меня есть небольшая проблема. Для меня она не то, чтобы прям небольшая для меня, она прям серьезная, потому что, что бы я ни создавала в касс, оно получается совершенно однообразным. Неважно, мужчина, женщина, они у меня все на одно лицо, они все очень похожие, не знаю, с чем это связано, но каждый раз, когда я захожу в касс и начинаю кого-то создавать, начинаю пытаться кого-то создавать, я ощущаю свою ущербность и ощущаю, что руки мои растут просто не из того места, из которого растут у всех нормальных людей. На самом деле, я, честно говоря, каждый раз насмотрю Симов, какие они все бывают классные, как кто-то круто создает Симов, думаю, вот, все, 100% я вот развиваю свою насмотренность, сейчас где-то тут подсмотрела, там подсмотрела, пойду создам офигенно бомбического персонажа, неважно, девушку, мужчину, и это будет супер-классное видео. Но каждый раз случается такая вещь, когда я просто начинаю создавать этого персонажа, и я понимаю, что нифига не получается, просто все однообразное. Конечно же, я уверена в том, что кому-то из вас эта Симка тоже понравится, кто-то ее обязательно скачает и будет с ней играть, и там, не знаю, разовьет ей какую-нибудь историю. Но на данный момент я понимаю, что пока это не тот уровень, на котором бы я хотела действительно создавать персонажей. Но я учусь, я действительно учусь, я пытаюсь это делать, и за кадром на камеру крайне редко, но все-таки за кадром у меня периодически что-то вырисовывается, более-менее похоже на правду. Вот, но на камеру пока еще не удавалось. Но я надеюсь, что такой момент тоже когда-нибудь настанет, поэтому если вы тоже не умеете создавать персонажей, давайте сделаем это вместе. Наверное, стоит немножечко все-таки затронуть самого персонажа, потому что у меня не так много времени, ролик супер-короткий. Хотя, честно говоря, я потратила на персонажа, ну так, не скажу, что прям быстро, не 15 минут, в общем-то, да. Но с ускорением получилось вот там 6-7 минуточек, но не так уж много, поэтому я как-нибудь в темпе вальса все это вам сейчас расскажу. Как обычно, никакой истории я прям, знаете, огромной истории персонажу не прописывала, и я, в принципе, не придавала этому персонажу такого значения большого, потому что она мне нужна была так, поскольку, поскольку, поэтому не рассчитывайте на суперинтересную, увлекательную историю длиной в жизнь, да, поэтому как-то так, очень вкратце. Это девушка, молодая девушка-художница, ее зовут Рикки, и, как видите, по ее стилю, она действительно такая очень современная, молодая, ну, я бы не назвала ее прям тинейджером, потому что тинейджер это подросток, но, знаете, стиль у нее чисто подростковый. По стилю можно сказать, что она действительно не то, чтобы взрослый человек, да, взрослый, осознанный, самостоятельный, а действительно просто подросток, который не знает, в какой стиле ему удариться. Вот, реально, по стилю она именно такая, я такую ее и хотела сделать. Она с необычным цветом волос, она с пирсингом, она с татуировками, в общем-то, вся такая очень интересная девушка. С одной стороны, интересная, а с другой стороны, я прекрасно понимаю и вижу, что сейчас происходит вокруг, и вижу всех подростков вот примерно, наверное, в таком же амплуа, да. Подростки с крашенными волосами, синий, фиолетовый, желтый, красный, розовый, какие хотите, все цвета радуги. Также, понятно, сейчас многие, в принципе, уже с подросткового возраста начинают набивать себе татуировки, вообще абсолютно разные, где-то красивые, где-то не очень, может, какие-то и имеют смысл, а какие-то, ну, прям, совсем не имеют никакого смысла. И, по сути, вы просто забиваете свое тело в пустую, никогда не делайте так. Если уж убить татуировку, то только с глубочайшим смыслом. Это вот прям 100%, но, по крайней мере, для меня. Вот, поэтому, знаете, она такое олицетворение всей нынешней молодежи. При этом она супертворческая личность, она художница, и, я думаю, вы сами понимаете, да? И человек-художник, и разрисовался все тело нафиг, все руки в частности. Честно говоря, раньше я хорошо относилась к татуировкам на руках в плане рукава. Именно вот когда руки все забиты от плеча до запястья. Но сейчас я крайне сильно поменяла свое мнение относительно татуировок. Не знаю, что этому послужило, честно говоря, но сейчас я отношусь к татуировкам, ну, крайне отрицательно, скорее. Именно для себя. Я бы для себя не хотела татуировки. Но на персонажах я готова видеть татуировки. На других людях, в принципе, я готова видеть татуировки. Мне нравится, как они выглядят. Но на себе я их не вижу. Поэтому отыгрываюсь на персонажах по максимуму. Так что Рики полное отражение современной молодежи, с очень вспыльчивым, импульсивным характером. Но при этом она девушка-тусовщица, душа компании. Вся такая очень веселая, энергичная и радостная по жизни. Но, как ни странно, одинока. Действительно одинокая, но это может быть пока. Не знаю, что с ней случится дальше и как Симс сможет развить ее историю. Но я ее создавала именно как одинокого персонажа. Без каких-то намеков на какие-то отношения, семью и так далее и тому подобное. Поэтому все в ваших руках. Если вдруг вам эта Симка понравилась и она вам интересна, и вы хотите с ней поиграть, то, пожалуйста, скачивайте ее. Как обычно скачать сможете в моей группе ВКонтакте. И уже стройте ей там любые истории. Стройте ей семью, рожайте с ней детей. В общем, делайте с ней все, что хотите. Ну а я пойду, наверное, дальше мучиться с кассом. И пробовать создавать еще что-то более симпатичное, чем вот это вот. Поэтому пожелайте мне удачи в бою, как говорится. Я пойду. А вы, конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых и интересных видео. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Потому что именно там вы сможете скачать персонажа, которого вы сейчас видели на своих экранах. И, конечно же, сможете скачать все мои постройки, которые уже вышли на канале, но и которые в будущем тоже выйдут. Тоже сможете скачать именно там. А также, если вам не сложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч. И всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok